Казахстанцы очень мало читают. Недавний опрос показал, что за последний год только четверть жителей страны прочитали хотя бы одну книгу. Стабильно читающие – это в основном люди старшего возраста. Больше нас читают практически все развитые страны. В Америке, Корее, Франции, Японии показатель чтения в два, а то и в три раза выше. Казалось бы, мир меняется, жизнь ускоряется, и людям не до чтения. Но это очень легкомысленный подход к проблеме. На самом деле она намного глубже. Низкий уровень читательской грамотности сегодня фиксируют у казахстанских школьников. Согласно международной оценке знаний, наши дети сильно отстаются от сверстников из стран ОСР. Они могут решать задачи по математике, физике, биологии, но им сложно анализировать обычный текст, находить в нем суть и противоречия. И что очень важно – критически воспринимать прочитанное. Объясню, почему это плохо. Читательский опыт ребенка напрямую связан с развитием навыков критического мышления. В процессе чтения происходит не только усвоение новой информации, но и активная мыслительная работа по ее интерпретации и оценке. Новые жанры, стили, позиция автора – все это учит детей формировать свою точку зрения и строить гипотезы. Начитанный человек имеет в распоряжении больше фактов, идей, концепций, которые он может сопоставлять и использовать для построения собственных суждений и умозаключений. Такой человек получает всестороннее развитие и становится эффективным в профессиональном плане. Что получает в итоге наша нечитающая страна? А наша страна получает поколение, которым сложно понимать не просто текст, но в целом мир и законы общества. Мы получаем поколение людей, которые могут запоминать, но не могут анализировать и генерировать. Как бы громко это ни звучало, но мы получаем людей, которыми легко управлять, но которые не способны сами развивать и двигать вперед современное общество, создавать инновации. Меня позабавила реальная история. Знакомый предприниматель, человек старой закалки, весьма начитанный и умный, написал заявление в Акимат. Но молодой сотрудник прочитал и попросил объяснить простыми словами. Он элементарно не понял, что от него хотят. Понимаете? Он не понял текста. А сколько среди нас таких специалистов и управленцев? Прибавьте сюда людей, которые верят всему, что увидят в социальных сетях. Людей, которые подпадают под влияние деструктивных сект, разрушая семьи. Прибавьте сюда людей, которые пополняют ряды антидвижений, подвергая опасности своих детей и родных. Низкий уровень образованности, куда я вношу отсутствие элементарной логики и критического мышления, это по большому счету угроза национальной безопасности. А ведь, повторюсь, мы сами создаем для этого все условия. Уж слишком быстро наша система образования пыталась очиститься от лучших наработок прошлого и внедрять что-то новое и псевдопрогрессивное. Уж слишком быстро. Из разряда самой читающей страны мы докатились до уровня, когда наши дети не воспринимают текст. И пусть речь идет о разных странах. Суть одна. Сегодня не читают ни взрослые, ни дети. И мы сами это допустили. Такую тенденцию, считаю, очень опасна еще по одной причине. Искусственный интеллект. Он будет еще глубже внедряться в различные аспекты нашей жизни. Не станет многих профессий. Изменятся производственные процессы. Но главным преимуществом человека перед искусственным разумом останется его интуиция. Способность думать, оценивать, мыслить критически и креативно. Без постоянной обработки информации в голове, то есть без полноценного чтения, эти навыки не развить. Вспомните об этом, когда увидите своего ребенка за компьютером. Или сами на пару часов залипните в гаджетах. Редактор субтитров А.Семкин